Привет всем и дорогие подписчики, гости моего канала с вами Нером. Сейчас у нас речь пойдет про материнские платы к Intel, а именно про бюджетные варианты на 1151 V2. Я сегодня с вами поговорю о том, какие материнские платы стоят бюджетные брать, а какие нет. В общем, начинаем видео. Рекламная пауза А мы приступаем к ролику. Хочу начать это видео с того, что мой топ-5 материнских плат будет все же посвящен игровым решениям. Если вы хотите собрать игровую сборку, допустим, на i5, хоть на i3, не важно, не суть. Даже когда вы берете такой бюджетный процессор, даже i3, если все же вздумали на нем что-то собирать. Хотя я считаю, что этот процессор крайне нерационально сейчас брать. И минимум то, что стоит брать для игровых решений от Intel, это все же их процессоры i5. Все же i3, он, конечно, слабоватый процессор и для игры он не очень хорошо подходит на данный момент. Если вы, конечно же, не играете в какие-то очень старые игры и вам не нужен мощный современный компьютер. Все же, если вы собрались собирать игровую сборку на Intel, то вы должны кое-что знать, ребятки. Желательнее такую сборку все равно собирать на Z-плате. То есть, не важно, какой у вас процессор, с кей, без кей, гонится он, как вы понимаете, не гонится. В любом случае, лучше материнскую плату брать на Z-чипсете, чтобы нормально погнать хотя бы оперативную память. Как вы знаете, в описании процессора есть у нас максимальная оперативная память, которую он поддерживает. На самом деле, это не максимальная оперативная память, а максимально рекомендованная оперативная память. То есть, по факту, эти процессоры можно заставить работать с оперативной памятью с частотой 3600, 4000, 4400 и даже 5000. Ну, все зависит, в общем, от ваших ручек, потому что в любом случае вам придется производить такой ручной разгон. Ладно, давайте от этого немножко отречемся, а то что-то я куда-то не в то русло погнал. Большинство из вас все же хотят какое-то бюджетное решение. Вы, конечно же, не хотите покупать дорогую оперативную память, дорогую плату и так далее. Вы хотите собрать что-то бюджетное. Но в любом случае, ребятки, даже когда вы покупаете бюджетную оперативную память, ее тоже можно погнать. Это будет гораздо лучше, если вы оставите стоковый вариант, там, 2666, либо 2400. Не дай бог у вас будет оперативная память 2133. Это вообще совсем уж грустно. Поэтому, ребята, я за то, что если вы берете материнскую плату к интеловскому процессору, то это в любом случае должна быть материнская плата на Z-чипсете. И не важно какая. То есть просто Z-плата. Может быть, это даже самая дешевая Z-плата, которую вы только найдете. Может быть, она будет бюджетной. Может быть, не бюджетная, но какая-нибудь старенькая. Ну, не суть. В общем, просто это должна быть Z-плата. Ну и давайте приступим к моему топу. Что же я там такого панно советую вам сейчас, вы узнаете буквально через пару секунд. Первая материнская плата в моем топе, ребята, это материнская плата от Gigabyte. Gigabyte Z390UD. Сейчас многие из вас могут сказать, что эта плата плохо гонит оперативную память. Лучше ее не брать. И вообще она полное говно. Тут, знаете, на самом деле все неоднозначно. Раньше, раньше эта плата реально очень отвратительно гнала оперативную память. Но сейчас с последними справлениями биоса, с последними прошивками. В общем, эта плата полностью себя раскрывает. Дело в том, что она стоит на данный момент, а у нас сейчас, как вы знаете, доллар стоит около 80 рублей. В общем, что-то он как-то вырос, не знаем куда. 70 или 80 стоит. Я за курсом особо не слежу, поэтому не придирайтесь. В общем, недавно он вырос. Сейчас стоит 8500 рублей. Хотя буквально недавно эта плата стоила дешевле 6000. И тогда ее можно было назвать поистине бюджетной. Сейчас ее реально бюджетной назвать, конечно, трудновато. Но за эти деньги это прекрасная плата. Потому что на питание процессора у нас тут идет две фазы, ребята. То есть у нас схема питания, ребята, 5 плюс 2. Причем фазы, которые идут на питание процессора, ребята, они усилены. То есть у нас по факту тут 12 линий питания. То есть за эти деньги вы получаете достаточно неплохую плату, которая имеет 12 линий питания. Это просто обалденно. Что-то найти круче по VRM за эти деньги достаточно сложно. Но если только бушну какую-нибудь там, Тайчи Z370 или что-нибудь такое. Да, ее можно найти бушну за эти деньги. Это будет куда круче. Но БУ мы сейчас рынок не рассматриваем. БУ рынок вы можете посмотреть сами самостоятельно. То есть это уже отдельный такой разговор. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я могу как-нибудь для вас сделать топ БУ плат. Какие БУ платы стоит брать, какие нет. В общем, обязательно отпишите, если вам это интересно. В общем, у нас в верхнем плече тут стоит мосфет в этой плате 4C10N на 46 А. В нижнем плече 4C06N на 69 А. Это мосфеты от ON-Семикондактор. В общем, неплохие мосфеты. За усиление фаз у нас тут отвечает ICL6617. В качестве шим-контроллера в этой плате стоит ICL69138. Да, конечно, начинка не самая крутая, достаточно бюджетная. Но с учетом, что фазы усилены, ребята, эта плата своих денег однозначно стоит. Кстати, пока мы еще от этой платы далеко не ушли, хочу сказать, что многие блогеры, которые делают так же обзоры, как и я, топы там разные составляют. Говорят, что лучше вместо этой платы взять плату гигабайт, к примеру, Z390X или SLI. А знаете, что я вам хочу сказать? Эта плата сейчас на 2-4 тысячи дороже в зависимости от магазина этой платы. Но по конструктиву, по VRM это одно и то же. Зачем вам платить на несколько тысяч дороже, когда вы можете взять то же самое на несколько тысяч дешевле? Поэтому я передаю всем блогерам привет, которые там иксовые платы рекламируют. Я считаю, что не надо переплачивать, если можно взять то же самое дешевле. Следующая плата в моем топе это MSI Z390A PRO. Она стоит 9 тысяч. Что хочу сказать об этой плате. VRM у этой платы попроще. То есть тут всего лишь 5 фаз и 9 линии питания. В качестве шим-контроллера тут UP 9521P. То есть у нас не разбежишься по VRM. И в принципе радиатора нет на верхних MOSFET. Ну ничего страшного, они в принципе у нас на процессор напряжение не подают, поэтому особо сильно не греются. Они больше отвечают, как вы понимаете, за систему под памяти. Хоть у нас тут линии питания немного, зато у нас сами MOSFET'ы тут достаточно неплохие. Это MOSFET'а от CINAPOWER. В верхнем плече MOSFET'а на 55 А, SM 4337. А в нижнем плече у нас SM 4503 на 80 А. Ну и что же еще хочу добавить по аналогии с прошлой материнской платой. Ребята, есть материнская плата, там называется она MSI Z390GAMING PLUS. Да, она типа покрасивее, там выглядит чуть получше. Ну переплачивать за нее тоже деньги не стоит, потому что по сути, по техническим характеристикам, по своему строению, это та же самая Z390A PRO. Поэтому, опять же, не переплачивайте, когда можно взять то же самое дешевле. Чем хороша вот эта материнская плата от MSI? Она, конечно, не славится прям холодным VRM, но она крута тем, что она классно гонит оперативную память. А, кстати, бушные, они достаточно недорогие эти платы, я тут видел на авито такую плату буквально там за 3800, в общем, совсем смешная цена была. И, ребята, эта плата идеально подходит для бюджетных сборок. То есть, если вы берете, допустим, i5 процессор и хотите чуть погнать оперативную память, это, наверное, лучшее решение, которое можно купить, если вы не располагаете большим количеством денег. Поэтому я к покупке ее рекомендую. Следующая материнская плата в моем топе, это ASRock Z390 Phantom Gaming 4. Тоже неплохая материнская плата, нормально гонит оперативную память, имеет схему питания, 6 фаз, 10 линий питания, шим-контроллер тут UP 9521P. В качестве MOSFET тут CINAPOWER, ну, попроще. То есть, у нас там были CINAPOWER на 55,8 А в Z390A PRO от MSI, тут CINAPOWER на 55 и 65 А. То есть, в нижнем плече, ребята, у нас тут вместо MOSFET на 80 А стоит MOSFET на 60 А, это SM4336. Сама материнская плата все же неплохая, опять же, повторяю, гонит оперативную память хорошо, поэтому к покупке, наверное, порекомендую, бюджетный вариант такой неплохой. Хотя, ну, опять же, она подорожала, раньше стоила намного меньше, чем сейчас, все же 8,5 тысяч за эту плату, ну, как по мне, много. Ну, хотя сейчас все подорожало, ребята, куда ни гляньте, еда дорожает, вода дорожает, что только не дорожает. Следующая материнская плата у нас в нашем топе, это Z390 PRO 4 и M PRO 4. То есть, по сути, по VRM это одна и та же плата, просто первая плата у нас ATX, а вторая M ATX, то есть поменьше. В этих платах у нас на питание процессоры идут только 3 фазы, а на систему под память, на все остальное 2 фазы. То есть, у нас, ребятки, тут 5 фаз реальных и 8 линий питания. По поводу MOSFETов, тут тоже SINAPOWER на 55 и на 65 А. Стоят эти платы около 9 тысяч рублей. Ну, и там по нарастающей, смотря в каком магазине вы ее смотрите. Кстати, на самом деле, у этой платы есть несколько исполнений по VRM. То есть, SINAPOWER это самый распространенный вариант, но вообще встречаются такие же платы немножко с другими MOSFETами. И последняя плата в моем топе, это Gigabyte Z390M GAMING. Довольно-таки неплохая плата, которая имеет хороший VRM. Она у нас M ATX, то есть небольшого размера. Питается эта плата двумя проводами на 8,4 пина. В качестве контроллера у нас тут ISL 69138. По факту, схема питания 5 плюс 2, то есть 5 фаз идет на питание процессора и 2 на подсистему памяти. Что хочу сказать, ребята. Вот эти 5 фаз, которые идут на питание процессора, на этой плате они усилены. Поэтому у нас как бы на этой плате суммарно 7 фаз и 12 линий питания. Стандартная достаточно схема для плат от Gigabyte в этой ценовой категории. То есть он семикондуктор на 46 и 69 А. Также хочу вас предупредить и остеречь от очень плохих покупок. Помимо вот этой платы, есть, ребятки, на Яндекс.Маркете материнская плата Z370M D3H. Она имеет схему питания 4 плюс 3, ISL 95866. В общем, не вздумайте покупать эти платы. Ни эту, ни какую-либо другую плату. Это все полный-полный поражняк. Во-первых, хочу вас сразу остеречь от покупки любой Z370 платы от Gigabyte. Как бы вам не хотелось, какая бы цена там не была. Все же оперативную память эти платы гонят плохо. И в отличие от Z390 чипсета Gigabyte, Z370 у них очень отвратительный вышел. То есть Z390 можно брать, Z370 лучше не брать. Потому что по VRM, вот эти все 370 платы, они очень-очень сильно хуже Z390. У них VRM и более горячие, сами платы хуже оперативную память гонят. Лучше их не брать. Вот. Ну и под конец хочу сказать, ребятки, все же, если вы не собираетесь собирать игровую сборку, если вам не нужен разгон оперативной памяти, то по сути вы можете смело брать любую самую бюджетную плату. Там на H чипсете 310, на B чипсете 360. То есть не суть, ребятки. Покупайте любую бюджетную плату. Если вы собираете какой-то офисный компьютер, ни в коем случае вам переплачивать за Z чипсет не нужно. Все, что я сказал, это касается только игровых сборок. Ну что там, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось. Не забывайте, что я помогаю своим подписчикам. У меня на канале есть рубрика «ПК Авдуар», есть рубрика «Бесплатная сборка». Если вам какая-то помощь нужна, смело обращайтесь. В общем, ставим лайки, подписываемся на канал. Можете сделать куда-нибудь репост, социальную сеть ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Когда вы делаете репосты, пишите комментарии, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну что там, до новых встреч, пока всем не пропадайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...